Девушки отдыхают Она везде Нам нужно больше разнообразия Итак, как получилось, что она так выскакивает везде? И должны ли мы изо всех сил попытаться положить ей конец? Но сначала нужно проанализировать, почему люди раздражаются при ее использовании Потому что до этого им ее просто не хватало Когда они видели новаторские эффекты в таких фильмах, как Парк Юрского периода и Терминатор 2 Люди просто были поражены Они никогда не видели ничего подобного И даже по современным меркам эти эффекты еще неплохо смотрятся Частично потому, что создатели фильма впервые ими воспользовались Так что они понимали, что им нужно многое доказать И они объединяли эффекты с другими элементами Например, тут был захват движений за захватом движений за захватом движений Роберта Патрика в роли Т-1000 Который, скорее всего, был бы снят всего за один раз в наши дни Чтобы просто понять, как настроить цветы движения Более того, не каждый эффект был компьютерной графикой Каждый раз, когда Т-1000 был поврежден, это всегда были практические эффекты на съемочной площадке Да, это там аниматронику использовали Это же охеренно, да? И то же самое с Парк Юрского периода Динозавр половину времени был компьютерным, но другую половину времени это полноразмерный робот Прямо там, прямо перед актерами, блин Как и многие эффекты в прошлом, это было эффективно Потому что они использовали разные методы, чтобы обмануть наш глаз Чем больше методов вы используете, тем сложнее будет для глаза привыкнуть к эффекту и просто заметить его Но как-то пошло-поехало и мы стали очень, блин, жадными Я полагаю, что это не так уж и неожиданно Вы неожиданно можете видеть и делать то, что вы не делали раньше Вы можете снимать и выполнять труки, которые тоже выглядят охеренно, не подвергая никому опасности И это было за половину цены Но из-за того, что ей так часто пользовались, мы натренировали свою глаз, чтобы легче ее обнаружить Когда мы видели первый Парк Юрского периода, мы не знали, что такое компьютер и что такое робот Но теперь мы можем ее различить Вот CGI, а вот аниматроника И потому что компьютер работает так, что вы берете существующую программу и просто дополняете ее чем-либо Меньше времени требуется для создания нового существа с нуля А вот из чего-либо вроде черепашек-ниндзя не получится создать Джаббу Хата, например Поэтому с компьютером, меняя освещение и движение динозавра, можно использовать их в совершенно другом монстре и в совершенно другом фильме Идея была в том, что если это сработало в одном фильме, логично, что сработает и в следующем Но, как я и сказал ранее, люди стали зацикливаться на этих шаблонах И они становились все более и более заметными Когда вы смотрите на такие фильмы, как Кролик Роджер, вы спрашиваете себя Как они сделали этих очевидно нарисованных мультяшных персонажей такими, что они кажутся объемными? Это потому, что они фотографировали каждый дубль Специально для того, чтобы понять, как же падает свет Так что они видели, как камера его запечатлила и воспроизвели это так хорошо, как могли Но здесь все выполняет программа, она рассчитывает и выясняет, как падает свет Но причина, по которой это не всегда обманывает людей, в том, что в реальности свет не всегда падает туда, куда он должен падать по расчетам этой программы Понимаете? Будь это из-за окружения, угла камеры, неважно из-за чего Всегда будет в реальности что-то, что компьютер не сможет воспроизвести в точности Вот почему я знаю, что этот йода на самом деле был там, а этот йода нет Просто потому, что на того, который был там, свет падает по-своему уникально Потому что этот йода — иллюзия, так как он анимированная кукла Но этот йода — не только анимированная кукла, а анимированная кукла, которой вдобавок там еще и не было Так что теперь вам надо иметь дело с двумя фильтрами реальности Две иллюзии происходят одновременно А когда две иллюзии происходят вместо одной, людям становится легче определить, что является искусственным Сегодня бывает, что компьютерная графика выглядит очень и очень реалистично Я серьезно, блин, голым из двух башен до сих пор выглядит, блин, просто невероятно Иногда он выглядит довольно фальшиво, но в основном он выглядит, если честно, как будто бы находится там, прямо возле самого героя И это потому, что, да, он там и был Энди Серкис, который его озвучивал, также надевал его костюм и находился там же вместе с другими актерами Так что у аниматоров были не только движения с площадки и исполнения с площадки Но у них также была модель, с которой они могли захватить цвет так, как он был на самом деле в этой сцене И кроме того, парень, который делал текстуры кожи, даже не был программистом Он был простым гримером Ему фактически принадлежит дизайн куклы для голума Но когда они решили делать его на компьютере, они научили его работать на компьютере Потому что они поняли, что он знает, как текстура должна выглядеть И он справился Это выглядит невероятно Так что это были не просто программисты, которые все это дело запрограммировали Это было множество разных художников, которые знали, как совместить множество разных иллюзий в одну основную Но было бы грубо говорить, что аниматоры ничего не делают, кроме как печатают в программе Я знаю, что это куда более сложно Вам необходимо обманом заставить людей думать, что что-то перед ними буквально из ничего Но, как я уже сказал, потому что это иллюзия иллюзии, которая убеждает публику в том, что что-то ненастоящее существует И находится в сцене, когда там ее на самом деле нет Ей гораздо сложнее обманывать людей Однако, это когда приходит понятие иллюзии Мы не смотрим такие фильмы, как «Король лев» или «Красавица и чудовище» с мыслью о том, что то, что мы видим перед собой на самом деле не существует Мы смотрим их, потому что история и персонажи нам просто нравятся И мы погружаемся в иллюзию глубже, потому что мы видим в этом пользу Например, как выразительные они могут быть, или как художественно приятными они могут быть и так далее и тому подобное Я думаю, поэтому CGI и мультфильмы стали такими модными Потому что здесь все наоборот В то время как CGI — это иллюзия иллюзии В мире анимации — это самая реалистично выглядящая вещь, которую мы имеем Все мы пересекались с людьми, которые говорят, что не могут смотреть мультфильмы, так как знают, что они не настоящие Они знают, что это куча рисунков и больше ничего А CGI помогает такой аудитории, потому что даже если они полностью анимированы Они все равно выглядят более объемными и реалистичными И теперь рисованная анимация — это иллюзия иллюзии И хотя я обожаю 2D анимацию, без сомнения 3D анимация выглядит более похожа на настоящую жизнь И таким образом она более приемлема к большинству зрителей И она была такой на протяжении последних нескольких лет Когда появилась первая компьютерная анимация, она была просто отвратительна С лицами похожими на безжизненных хукол, потому что... Давайте признаемся, потому что так и было Но с развитием компьютерной анимации получается показать практически столько же Интересных эмоций, сколько показывает и классическая рисованная анимация Это принятие иллюзий также ввело компьютерную графику в игровое кино Город грехов, так же как и другие фильмы Роберта Родригеса Явно обязаны своими мирами большим-фальшиво выглядящим CGI фанам Но они так стилизованы и так художественно приятны, что нам всё равно, наверное Нам просто нравится смотреть на них Это обычно очень рискованно, учитывая, как большинство публики хочет поверить, что то, что они видят, действительно реально Но всё равно, такие фильмы, как 300 портанцев нашли зрителя, несмотря на наше сознание того, чего там нет И раз уж мы говорим о том, чего нету, вот ещё один компьютерный эффект Избавление от тросов То есть мы все видели кукол, стоп-моушен-анимацию и другие эффекты зелёным экраном до этого И вы почти всегда знаете, на что вы смотрите из-за этих надоедливых контуров Из-за того, что свет в двух разных местах никогда просто не совпадает Но теперь компьютерная графика избавляет нас от этих контуров практически полностью Позволяя двум разным элементам из двух совершенно разных мест казаться, что они находятся в одном Хоть и некоторые из эффектов Фореста Гампа до смеха заметные Мы всё равно удивляемся отсутствующим ногам Гэри Синеза Также сложно не поверить в то, что безголовый всадик на самом деле безголовый Так что ж получается, компьютерная графика лучше убеждает нас в том, чего нету, чем в том, что есть И в конце концов, в этом определённо есть много преимуществ Итак, должно ли нас тошнить от компьютерной графики? Ну, в некотором смысле, но я не думаю, что это значит, что ей нужно положить конец Компьютерная графика хороша в создании миров и иллюзий Но она не должна использоваться в каждой части этого мира или в каждом элементе этой иллюзии Каждая история рассказывает саму себя по-разному И если смысл в том, что она будет как магический фокус, в котором вы будете знать, что это иллюзия И вам всё равно нравится то, что вы видите, то тогда компьютерная графика справится хорошо Но если смысл в том, чтобы рассказать историю, где иллюзия должна полностью вас обмануть То, наверное, разумнее дополнить её моделями, куклами и другими практическими эффектами Как форма искусства, она прошла долгий путь и открыла много средств к визуальным чудесам Но люди забыли, сколько средств было открыто путём совмещения старых трюков с новыми трюками И могут создать ещё более мощную иллюзию Так что компьютерная графика не должна пропасть или быть раскритикована за всё, что она сделана Но следует признать, что она только один из методов создания классных эффектов Не только из-за скудного разнообразия и креативности А ещё потому, что обычный человек просто привыкает к ней Потому что чем больше фокусников будут повторять свой фокус снова и снова Тем более вероятно, что публика привыкнет к этому и попросит просто что-то новое Особенно если фокусник от компьютерной графика Я ностальгирующий критик, и я это помню так, что вам не обязательно А за перевод спасибо парню по имени Санёк Джейл Озвучка и адаптация Мендогореев Максим Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки И тебе спасибо, солнце В общем, ребят, если вы желаете поддержать мой канал Не знаю, просто оставьте хороший комментарий на тему видео Просто подпишитесь на канал, порекомендуйте его друзьям Добавьте меня в друзья вконтакте Просто я надеюсь на наше взаимосотрудничество Всё будет круто, счастливо!